Друзья, сегодня мы поговорим про такую очень важную тему о салатах, хранение салатов, друзья, сколько лет, месяцев, недель должны храниться салаты. Вот представим Новый год, большой праздник, или день рождения, например, да, вы празднуете, и вы наделали много продуктов, пришли гости, никто ничего не ел, все осталось, и вы выбрасываете все на помойку, так как салаты, друзья, быстро портятся, и вы не можете отдалить все продукты, да, вот моя бабушка, да, делала салаты, что они могли храниться неделю, сейчас я вам расскажу этот супер, друзья, рецепт, смотрите как, все салаты, ну, первое дело, у нее было два этапа, так сказать, два варианта, она в салат не ложила майонез, вот, и у нее салат стоял без майонеза, майонез отдельно, так он намного больше сохраняется, ну, больше вам же не надо, очень много, ну, так, хотя в некоторое время, допустим, там, пару дней хотя бы, или, например, свадьба, большой праздник, столько еды остается, ее потом выкидывают, жалко выкидывать, да, и еще второй вариант, уже более супер надежный, друзья, очень надежный, все ингредиенты, вот салат, к примеру, все ингредиенты у вас должны лежать в отдельных чашках, коробочках, тарелках, вот, тогда оно так еще более-менее, еще меньше портится, да, и когда вам надо салат, вы раз, быстро, чик-чик-чик, тарелки бросили в миску, майонез бросили, перемешали, и пошел салат дальше в праздник, все, что осталось, да, у вас все оно хотя бы так лежит, знаете, оно не очень быстро портится, так что салаты нужно хранить, смотрите, как вы поняли, ингредиенты все должны лежать раздельно, лучше, конечно, вообще их не нарезать, да, допустим, вот грибы в банке, лучше их вообще не открывать, пускай так стоит, огурцы, допустим, в банке не открывать, например, да, морковку тоже можно не нарезать, к примеру, зря, все делать непосредственно, так сказать, тогда у вас сохранятся продукты, и не нужно будет много выкидывать и зря отравляться, переедать, а оно уже не свежее, переедать, а оно не свежее, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...